Владимир Ружицкий провел совещание с руководителями компаний, которые оказались на грани банкротства и накопили огромные долги перед налоговой службой и своими сотрудниками. Глава округа дал им поручение в первую очередь найти пути решения по вопросу выплат заработных плат. В городском округе Люберцев тяжелые финансовые ситуации оказались три предприятия. Электромеханический завод, НТЦ «Эксперт» и ДСАФ. Больше всего долгов накопил печально известный ЛЭМС. Завод не выплатил сотрудникам более 33 миллионов рублей. Кроме того, огромную задолженность он имеет перед налоговой службой и поставщиками по 150 миллионов каждому. Я, к сожалению, других перспектив, кроме, я извиняюсь, банкротства не вижу. И через банкротство удовлетворение всех сторон, кому это предприятие должно. Долг НТЦ «Эксперт» перед сотрудниками составил более 19 миллионов рублей. Выйти из этой ситуации руководство предприятия решило с помощью займа. Однако, учитывая, что в этом году заводу не поступало никаких заказов, его, по мнению экспертов, также ожидает процедура банкротства. Некритичная ситуация лишь у ДСАФ. Руководство компании обязалось выплатить долги по зарплатам в середине сентября. Всего организация должна своим сотрудникам 898 тысяч рублей.